Наше христианское мировоззрение, оно формируется под влиянием священного писания, священного предания. И в священном писании, в божественном откровении, человеку предлагается модель не просто взаимоотношений, но модель целеполагания смысла человеческой жизни. И, во-первых, книга Бытия нам открывает, что человек – это союз мужчины и женщины. И что чадородие – это такой удивительный дар соучастия человека в творении новых разумных существ. На Божественной Литургии во время анафоры мы благодарим Бога за то, что Он призвал нас из небытия в бытие. На весь мир создан из ничего. И человек увенчивает это творение, и рождаются новые люди. И человек имеет возможность через репродукцию природную быть соучастником в творении, реализации божественного замысла в творении новых разумных существ. И чадо, ребенок – это дар от Господа. Вот такие базовые установки, которые сегодня отвергаются большим количеством людей. И мы видим, что подобного рода перверзии, трансформации понятий пола, взаимоотношений, распад и обесценивание супружеского союза, как Богом установленного проекта полноценной, полнокровной человеческой жизни, свидетельствует о том, что происходят какие-то очень глобальные, кризисные процессы. И они не могут не касаться церкви, потому что церковь – это те люди, которые входят в ее жизнь, в среду богообщения, кто рождается от воды и Духа Святого в таинстве крещения. И так или иначе, все те процессы, которые происходят в обществе, они касаются церкви. Надо понимать, что церковь не борется никогда, поскольку бороться можно за какие-то преференции, не обладая целостным восприятием и пониманием конечного пути своего следования. И поэтому человек находится в эксперименте. И для того, чтобы масштабно экспериментировать, нужно желательно оказаться на вершине пирамиды власти, для того, чтобы реализовать свои какие-то замыслы и вовлекать определенного рода инструментарием других людей в обществе. Церковь имеет божественное откровение, и жизнь христианина, она строится на послушании Богу, божественным заповедям, на их реализации в своей жизни, в поступках, в делах. И поэтому христианин, человек, который желает реализоваться в полноте замысла Божьего о человеке, он ищет возможности вступления в брак и рассматривает брак как союз между мужчиной и женщиной. Это еще, слава Богу, в нашем обществе является такой нормой и совершенно желаемой и привлекательной моделью взаимоотношений. Вот говорили, одни говорили, что у нас для того, чтобы больше детей рожать, значит, не хватает материальных, да? Другие говорят, что мы слишком поздно рожаем поздно. А для церкви, как вообще церковный человек, почему люди, ходящие в церковь, не всегда они обеспечены, почему большинство многодетных, среди верующих людей, вот здесь. Потому что у человека есть такое, у христианина есть такое дерзновение предать себя в руки Божьей. Вот довериться Богу. Вот вера – это реализация веры, акт веры. Довериться, доверять Богу. Это подобно тому, как, не побоюсь этого сравнения, этой аналогии, да, патриарх Авраам, да, поверил Богу, доверился, да, пошел в землю обетованную, да, и ничто в его земной жизни из тех обетований, которые единый Бог, да, ему предложил, да, не реализовалось, не осуществилось, да, но в перспективе. Там столетий, да, конечно, и в семени Авраама благословились все колены земные, да, родился Божественный Спаситель, Бога Человека Иисус Христос. Поэтому это дерзновение веры, вот, поэтому и среди христиан, и в советские годы такого тотального антирелигиозного движения, да, антирелигиозной политики государственной, например, евангельские христиане-баптисты, да, они смогли продемонстрировать в такой полноте, в твердости, да, исповедании веры через, в том числе, через очень нахождение на твердых нравственных основаниях, да, своей жизни и семейной, да, и деторождения, потому что ребенок – это дар Божий. Вот сегодня это употребляют немножко в такой полемике с церковью, да, люди, ну, используют это как своего рода такой дискуссионный прием для того, чтобы оправдать, например, суррогатное материнство, либо там вспомогательные репродуктивные технологии, ну как же, это же благое дело, это дар Божий. Но безусловность принятия дара Божьего, вот готовность в любой момент своей жизни последовать, узнать, да, вот в очередной беременности, да, или в неожиданной беременности, или в кризисной, в беременности, которая возникла в кризисных обстоятельствах, да, увидеть руку Божию и последовать, да, и сохранить жизнь. Вот, это подвиг, да, поэтому на это способны люди, прежде всего, верующие, потому что верующий человек не ставит себя в центр мироздания, он не выбирает себя мерой всех вещей, и поэтому для него ценностный ориентир – это Господь и его заповеди, и человек смиряет себя пред Богом. И поэтому, вот это такой парадокс, да, сила моя в немощи совершается, говорит Господь апостолу Павлу, да, и всем нам он говорит об этом, да, что вот сегодняшнее выступление, да, ряд докладчиков, да, о экономическом стимулировании, да, но главное проблемное поле находится в сфере ценностных установок человека. Вот, поэтому, 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 поэтому верующие, да, такой флагман, не потому что, не только лишь потому, что, да, священники об этом говорят, священники многие на нашей церкви сами являются примером многодетных семей, да, которые несут, ну, разные, в том числе и скорби, да, вот семейной жизни, да, не все так гладко, не все так радостно, но вот этот опыт послушания Богу, да, желание вот проследовать, да, остаться верным, да, своему призванию, своей вере, своему служению, да, своей любви и верности человеку, с которым ты вот рука об руку идешь, а это, это дает силы, Господь содействует, да, нам порой хочется, чтобы вот человеческое счастье, оно, оно нас настигало подобно как какому-нибудь там удару тупого предмета в затылок сзади, да, вот чтобы, да, звон в ушах стоял, да, но человек, который способен, способен к таким качествам, как терпение, да, как вот такое упование на волю Божию в самых неприятных обстоятельствах, да, постепенно, вот он обретает вот удивительный такой плод этого терпения, да, что жизнь его и его выбор в пользу сохранения жизни, например, ну, сегодня мы говорим в большей части о женщине, либо о семье, которая все-таки сделала выбор в пользу того, чтобы разрешить новому разумному существу явиться в этом мире, да, что и жизнь, она налаживается вокруг, выстраивается, потому что ребенок, приходящий в мир, новая жизнь, да, это опыт любви и опыт большой радости, всегда, в самых, в любых обстоятельствах.